Политика Александра I была прямым продолжением его личности, то же самое и у Наполеона. Александр был человеком сверхзакомплексованным, он себя чувствовал ущербным, он писал об этом в дневниках. И вся его внешняя политика была реализацией его комплекса зависти к Наполеону, а после аустралийца мщения Наполеону победителю. И русский народ он пустил в расход, он использовал русский народ, а каким методом? Единственное, чем можно было в те темные времена попытаться возбудить толпу, это религия. И Александр применил все возможности, чтобы в 12-м году создать условия для террористической религиозной войны. Все манифесты были пронизаны словами, что Наполеон дал гражданские права, уравнял в правах иудеев убийц Христа. Видите, как вывернул, да? Но ничего не вышло, народ оказался индифферентен к этому. Но помимо этого, Александр I спонсировал через голову даже канцлера Румянцева, который был за мир с Наполеоном, он спонсировал фанатиков религиозных террористов в Испании и Швейцарии во время официального союза с Наполеоном в 810-12 годах. Представляете, это доказано в моей монографии «Первая научная история войны 12-го года». С документами в руках я доказал вот это финансирование. Что касается Наполеона, то это была полная противоположность Александру. Александр ленив, малообразован, книжек не читал. Наполеон деятелен, член французской академии, ученый, автор теоремы в геометрии. И для Наполеона религия была не инструментом. Религия была составной частью общественных отношений, и он предоставил равные возможности всем конфессиям. Сам он, будучи атеистом, он давал возможность верить, не верить, верить абсолютно в любую религию. И политически, экономически, социально человек себя не чувствовал ущемленным. То есть, вот Наполеон — это человек современности, даже не современности для его времени, а нашей с вами современности, он опередил время. Александр I был человеком необразованным и оттого архаичным. Но сначала он манипулировал религией как лицемер, как инструмент агрессивной политики использовал. А потом последние годы уже просто это перешло в манию и психическое, в общем, расстройство, которым все ученые пишут.